здравствуйте всем у нас урок математики урок математики тема урока сегодняшнего из истории дробей так то есть мы познакомимся с историей происхождения дробей и записями дробей ранее в разных странах сегодня у нас 14 октября классная работа запишите себе 14 октября классная работа сегодня на уроке мы познакомимся с историей да и порешаем задачи если у нас останется время на постараемся поскорей отлично напишите математический диктант м.д. математический диктант короткий а домашнее задание в я классе сегодня полностью потом математический диктант математический диктант запишите м.д. читаю первое запиши следующие числа первое число три сотни и пять единиц второго класса арсен второго класса второй класс это класс тысяч до дезе я класс руслан итак первое в математическом диктанте нужно записать число три сотни и пять единиц второго класса арсен второго класса второй класс это класс единиц значит три сотни пять единиц это у нас второго класса это у нас триста пять чего-то чего-то да второе число три тысячи семь сотен три десятка и шесть единиц решать задание сейчас мы это записываем первое число которое вы записали у вас какое получилось первое число три сотни пять единиц второго класса какое число у вас получилось нет ой-ой-ой три сотни пять единиц 305 единиц второго класса дети если проще тогда вам так будет 305 единиц второго класса второй класс это класс тысяч 305 тысяч дети 305 тысяч вот от ими молодец и так теперь число число три тысячи семь сотен три десятка и шесть единиц и шесть единиц вот так за молодец да правильно три тысячи семь сотен три десятка и шесть единиц второй второй переходим ко второму правильно найди сумму двух чисел и запиши следующее за ним число которую пятьдесят число шестьдесят и триста и tan нужно найти их сумму правильно правильно потом записать последующее за ним число идущее следующее за этим числом за суммой да итак сумма чему равно 560 и 340 у меня на уроке сегодня только акзан и руслан да руслан вот правильно сейчас второе задание второй пункт мы смотрим вот линара есть да на ртаже манцы просыпаемся активнее да дети третье увеличить число 45 в четыре раза увеличить число 45 в четыре раза ага правильно все молодцы отлично четвертое уменьши число 99 в три раза уменьши число 99 в три раза молодцы отлично пятое найди частное между в 824 до между двумя числами вот уже вижу арсен ответа только только не так не так дети внимательней 20 разделить на 4 820 разделить на 4 сколько мы получим 205 а не 210 да и нас просят найти 205 умножить 205 на 10 нужно умножить 205 на 10 вот все вижу ответ манцы манцы шестое шестое найди произведение чисел ста двадцати и пяти нужно найти произведение двух чисел ста двадцати и пяти молодец все мальчики молодцы проверяем наши ответы ответы а как 600 и так смотрите в первом 305 тысяч потом хорошо 3776 3736 это первым все еще до второе сумма двух чисел равна 900 а следующее число 901 3 180 4 33 5 2050 и 6 600 у кого так поставьте себе плюс тетрадки манцы отлично теперь переходим к теме урока ничего не пишем просто слушаем хорошо слушаем и запоминаем да это просто история до история возникновения дробей да и так смотрите мы знаем что дробь у нас записывается через черточку да уже многие это знают да это обычная дробь обыкновенная сверху у нас числитель а снизу у нас знаменатель вот эта черточка называется дробной чертой нет это смотрим смотрим мы еще на следующем уже завтрашнем уроке уже начнем просто тему доли и после нее дроби уже будем более глубже это рассматривать хорошо вот этот слайд можете сфотографировать и не спеша себе переписать в опоры все равно у вас еще вот эти слайды будут повторяться именно про дроби и так сверху числитель снизу знаменатель посередине дробная черта дробная черта в математике обозначает деление вот эта черточка обозначает деление вот обратите внимание 7 3 пока что да просто слушаем внимательно хорошо 7 3 это значит 7 разделили на 3 да то есть если вам скажут 7 яблок разделите между тремя детьми сколько получит каждый ребенок мы чтобы просто обозначить это решение неделя мы можем обозначить решение в виде дроби 7 3 что каждый ребенок получит 7 3 яблок понятно тут тоже самое 2 разделить на 5 дз в я классе дети 2 разделить на 5 да то есть да я наверное поторопилась а что мы с вами сейчас если голубом по европам пойдем потом мы ничего не поймем и так 2 2 разделить на 5 записывается как 2 5 до обратите внимание числитель показывает сколько частей взято а знаменатель показывает насколько частей делили целое да то есть вот 7 делили на 3 делителем здесь является 3 делитель уходит знаменатель делимая остается в числителе хорошо теперь идем к истории до к истории это мы сейчас в наше время записываем дроби вот виде таком виде да что сверху у нас числитель снизу у нас знаменатель хорошо надо написать им джума байвине чтобы она написала айтишникам чтобы их прозвонили итак или же скиньте им ссылку с ютуба итак сейчас вот этот современная запись дроби до нынешних времен но раньше раньше да вот к примеру на древней Руси на древней Руси дроби называли полтиной четвертину четвертую часть называли четью восьмую часть называли пол четь шестнадцатую часть называли пол пол четь да Ryan Смотрите, вот делили бревно, и если пополам разделили, то это одна вторая, да? Здесь уже одна четвертая. Не чечу, а четь, 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 четь. Итак, про Древний Рим читать не буду, потому что у нас есть слайд с Древним Римом, да? Смотрите, то есть в основном делили на равные части, на две части, на четыре, на восемь, на шестнадцать и далее. И у каждых из, вот, например, двойку называли полтиной. Двойку называли полтиной, четвертую, ну, когда делили на четыре, называли четью. Когда делили на восемь, называли пол, пол, четью. А когда делили на шестнадцать, называли еще дольше, да, вот эти пол, 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 повторялось и дальше, и дальше. Итак. Так, вот это тоже не буду читать. Дальше у нас есть это. Смотрите. В Европе. Что у нас было в Европе? Кто вообще был создателем, не создателем, до нас, когда шла дробь, да? Раньше учение о дробях считалось самым трудным разделом. Почему оно считалось самым трудным? Потому что раньше дети и люди просто учили, заучивали значение дробей, чему они равны. Но они не понимали сути темы, да? То есть не понимали, а просто учили. Первым человеком, который придумал дроби, как записывать, да, был, как его зовут, Леонардо Пизанский, да? Вот он, да, этот дяденька. Вот тут говорится, что теория обыкновенных дробей, она началась в Древней Греции, потом уже перешла в Индию. После Индию к Арабам перешла, да, к Арабам перешла. И потом уже в Европе уже окончательно, вот то, что как мы сейчас записываем через дробную черту, это пришло к нам из Европы, да? То есть по последним нашим современным записям. Так, смотрите. Это запись на Руси, да, да. В основном дроби раньше в математике, раньше в математике не использовали дроби. Дроби уходили тем людям, которые занимались земледелием, чем еще, строительством, им уходили дроби. А математика, она любила только целые числа. Но потом уже люди поняли, что невозможно записывать только целыми числами и начали употреблять дроби, да, использовать дроби. То есть вот тут в некоторых, вот, например, на Руси числа дробные назывались ломанными, ломанными числами. Почему они так назывались? Потому что они ломали целое число на дроби, раскладывали, да, поэтому они называли их ломанными. Да, вот смотрите. В старом китайском языке одна треть – это меньшая половина, две трети – большая половина. Ну, это и сейчас также, да. На Руси была винная мера. Ведро было как бы равно двум полведрам, да. То есть, ну, то есть в одном ведре у нас два раза по полведра. Полведра – это две четверти, то есть еще половину ведра можно разделить напополам, да, да. Итак, десятина и асьмина – это были земельные меры площади. То есть вот эти десятина, асьмина данными названиями измеряли площадь земли. Земли. Да, да, правильно. Итак, дальше, то есть нельзя было сказать асьмина книги или же полведра пути, да, то есть так не говорили. У римлян, римлян, ну, в Греции, в Древней Греции изначально использовали ас, да. Это была денежная, ну, денежно-весовая единица измерения. Мы говорили, что, ну, один ас, он составлял одну двенадцатую, одну двенадцатую. Тут говорилось, что три двенадцатых – это три унции, да. Ага, угу. Да, три унции равны четверти. Сейчас будет задачка как раз про унции, да, посмотрите. Три унции равны четверти. Четыре унции равны третьей. Шесть унций – это половина. То есть двенадцать унций – это одна ас, получается, да. Двенадцать унций – это одна ас. Это была единица денежной системы в Древней Греции. Потом дальше. В Вавилонской системе символы использовались в виде сосудов. Сейчас тоже покажу. Так, это ладно, сейчас уже видно будет. Вот в Египте. В Египте была единичная дробь. Единичная дробь. Вот, смотрите, под вот таким вот знаком ставили символ, изображающий знаменатель. То есть, смотрите, это не точно. Ну, да, смотрите, получается, под знаком вот таким ставили символ, изображающий знаменатель. Вот, то есть, если им надо было записать одну вторую, они писали вот так вот. Какой-то непонятный, ну, буковка «С», да, какая-то непонятная. Да, раньше все было непонятно, да, до сих пор некоторые иероглифы не расшифровали, да. Потом вот, чтобы записать дробь две третьих, они ставили вот такой вот символ, и снизу писали знаменатель. В основном они все считали как тройку. Одну четвертую они записывали вот так вот палочку, и здесь четыре палочки, да, то есть, они все единичками обозначали. Одна пятая у них, видите, опять же, знаменатель, и снизу, точнее, наоборот, в виде числителя они ставили вот такую вот, это непонятная, клякса или что это, да, и знаменатель они изображали в виде палочек, просто количество палочек, да, то есть, мы до сих пор уже знаем, но это не те цифры. Одну десятую, чтобы записать, они использовали такую подкову, да, подкову. Одну двадцатую, две подковы. Чтобы записать одну двадцать третью, они использовали две подковы и три палочки. Смешанные числа мы пока не смотрим, потому что мы еще не дошли до этого, хорошо? Дальше, вот по поводу Вавилона, по поводу Вавилона, вот говорится, что они использовали в виде сосудов, они писались в виде, ну, они, как это, дроби записывали в виде сосудиков, то есть, они просто их поворачивали либо вправо, либо, ну, в основном вправо, да, либо они у них просто прямо стояли, да, да, правильно. Итак, смотрите, в Вавилоне применяли шестидесятиричные дроби, то есть они все делили на 60, они все делили на 60. И деньги, и вес они делили на 60. Вот до нас до сих пор дошло, да, деление времени на 60 минут, на 60 секунд, да, это до нас тоже дошло. потом идем далее идем далее также римляне да 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 но это про то что мы говорили то что у греков да у римлян они все записывали виде 1 12 то есть у них всегда в знаменателе было 12 все что они видели они делили на 12 вот смотрите 1 унца это 1 12 2 унцы это 2 12 3 унцы это 3 12 и также они уже нас имели свое название так как они все делили на 12 3 разделить на 12 будет 4 точнее наоборот 12 разделить на 3 будет 4 поэтому 3 унцы они назвали четвертью 4 унцы они назвали третью потому что 12 разделить на 4 мы получим 3 а 6 унцы они назвали половиной при делении 12 на 6 мы получим 2 2 это в основном то есть разделили пополам да да вот смотрите была одна задачка такая да не задачка один учитель спросил у своего ученика да он спросил пусть скажет сын аль альбина да сколько останется если от пяти унций отнять одну унцию ученик ответил одна треть и учитель сказал правильно ты сумеешь сберечь свой сберечь свое имущество почему он ответил одна треть если мы от пяти унций отняли одну вот только что я здесь объясняла да что четыре унции назывались третью да то есть от пяти отнять 1 да правильно акзам мы если от 5 отнимем 1 мы получим 4 4 унции да а 4 унции это треть это треть да то есть ученик ответил правильно да но он также мог сказать четыре унции но он решил сказать одна треть и так далее идем далее идем вот в греции использовали вот такие вот дроби да какие-то непонятные символы да но они для них что-то значили до 4 минуты осталось что в китае тоже записывали дроби вот как мы не да это хорошо это мы не успеем сейчас потом посмотрим в индии дроби записывались в индии дроби записывались без вот этой дробной черты просто знаменателем числитель и знаменатель вот числитель писался над знаменателем вот а б то есть представьте что тут 1 2 да они ее записывали без палочки вот этой дробной ну им было так удобно им было так удобно русь мы уже прошли задачка давайте ее быстренько устно решим устно решим да смотрите приходит пастух 70 быками его спрашивают сколько приводишь ты своего многочисленного стада пастух отвечает я привожу две трети от трети скота сочти вот смотрите две трети от трети скота две трети равны 70 бекам да мы можем с вами найти чему будет равна одна треть если две трети равны 70 как вы думаете сможем ли мы найти с вами 1 3 смотрите а две части до две части из трех равны 70 вот так зам молодец мы и арсен тоже молодец мы с вами делим 70 на 2 и получаем что у нас одна треть от 3 будет равна 35 то есть мы 70 разделим на 2 так как 70 это две части из трех да мы 70 разделим на 2 и умножим на 3 да ну смотрите да то есть решение наше мы 70 делим на 2 части умножаем на 3 так мы найдем треть скота чему будет равна да и так как у нас три трети то мы 105 умножаем на 3 одиоса мигус да нельзя так говорить итак можете да написать себе решение да можете написать да то есть решается данная задача таким образом мы находим там говорится нам что две трети равны 70 но мы можем найти одну треть путем деления 70 на 2 мы получим 35 если мы 70 разделим на 2 мы получим 35 значит 35 это одна третья часть одна третья часть а у нас если их 3 то мы 35 умножаем на 3 чтобы узнать чему равна вся часть да пишем дети пишем пишем запишем запишите себе оказывается мы успели еще раз объяснить да смотрите говорится что у нас вот вы сейчас вот эту вот вот эти две части не смотрите вот эти две части не смотрите смотрите только пока что на вот эту часть на вот эту часть тут говорится что что 2 третьих равны 70. 2 третьих равны 70. Но тут даже просто посудить логически, посмотреть зрительно, что если 2 части равны 70, то мы можем найти 1 часть путем деления 70 на 2. Мы разделим 70 на 2 и получим 35. Значит, если у нас 1 часть 35, 2 35 и 3 35, то мы можем просто умножить 35 на 3 и получим, получим сколько там я говорила, 105, да? Да, 105 мы получим. Хорошо. Вот кто сейчас спрашивал, достан. Остальные дети, вы поняли? Дети, вам заранее тоже до свидания. Спасибо вам за активность, за урок. Домашнее задание не забывайте выполнять. Оно у вас будет в Я-классе. Хорошо. Вот эту задачу, кто не успел, кто не дописал, попробуйте сами. Хорошо? Ну и даже если сами не сможете, у вас до этого решение я уже объяснила. Хорошо? Кто не успел, дописывайте вот эту задачу. Ага. Мы 70 в первом действии разделили на 2 и потом умножили на 3. Итак, мы нашли треть от всего скота. Треть от всего скота. А чтобы найти все число, мы должны 105 умножить на 3. Почему на 3?